Древний танец Аль-Айала с бамбуковой тростью. Исполняют на самых главных торжествах, от свадеб до государственных праздников. Форум в Петербурге не исключение. Это национальный арабский танец приветствия. Что-то вроде российской традиции встречать хлебом с солью. В знак уважения к гостям и организаторам мероприятия. Слоган арабского стенда на экономическом форуме «Невозможное возможно». В каком-то смысле – девиз отношений с Россией. Цифры подтверждают. В этом году уже 500 тысяч наших авиасана. Восемь миллион. Это хадылья. Надеемся, что по итогам года за миллион перейдет. Товарооборот России с эмиратами увеличился в шесть раз за пять лет. До девяти миллиардов долларов. Чтобы эти цифры стали нагляднее, главные направления российского экспорта на экономическом форуме оживили. Пять направлений, пять красавиц, которых сложно потерять в толпе. И пять блоков на более чем 140 рабочих площадок форума. Одному не обойти. По павильонам гуляла пятерка журналистов мира. Раз, два, три, бумага, ножницы. Я проиграла. Робот из Татарстана играет с гостями форума в камень-ножницы-бумага. Так он завлекает на стенд Иннополиса огромного научного университета республики. Пока за океаном и в Европе угрожают полной изоляции России, в ее северную столицу съехалось 17 тысяч гостей из 130 стран, в том числе на самом высоком уровне. Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике. Что такое гнет Запада в крупнейшей африканской стране знают. До середины прошлого столетия Алжир был сырьевым придатком Европы. Воевал за свою независимость, потерял полтора миллиона человек. И даже после приобретения суверенного статуса в 60-х Франция провела там первые атмосферные ядерные испытания. Одна ее атомная бомба тянула на пять хиросим. А таких взрывов было как минимум 17. Многие земли в стране до сих пор заражены. На социалистическую республику, с которой с самого начала всегда дружил СССР, давят и сегодня. Заставляют присоединяться к антироссийским санкциям. Я могу на это ответить буквально одной фразой. Алжирцы родились свободными и будут свободными. В Петербурге президент Алжира заявил о желании его страны поскорее присоединиться к БРИКС и перейти на расчеты в национальных валютах, как это уже делает Россия и ее партнеры. Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях. В приоритете у государства не только бизнес, но и поддержка семей с детьми. Пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие, выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены. Независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Особое место в сегменте российского экспорта всегда занимала и нефтехимическая отрасль. На полях форума договорились создать консорциум для обеспечения технологической независимости нефтегазовой отрасли. Цель – полный суверенитет как минимум по 12 ключевым направлениям – от геологоразведки до переработки углеводородов. Российская часть аудитории наверняка помнится, знает. Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты. Набирают обороты и сельхозпроизводители. По всем товарным позициям Россия фактически обеспечивает себя сама и активно работает на экспорт. Одно из самых необычных угощений ждет в этом году гостей форума на стенде российской Арктики. Это мороженое с юколой, то есть с олениной. А этот отечественный робот-пасечник прямиком из компьютерной игры. Геймифицированный сбор и переработка меда – теперь популярное хобби у школьников. С достижений агропромышленного комплекса хоть картины пиши. В Подмосковье так и поступили. Холст масла для их девочки с персиками – сплошь продукты, которые производят в регионе. Персики, которые лежат на столе. Мы видим крышечки, конфеты. Если серьезно, то АПК России действительно есть чем гордиться. Вот уже 10 лет страна стабильно входит в пятерку ведущих экспортеров зерна. А последние 7 лет выступает крупнейшим поставщиком пшеницы на планете. Номер один на мировых рынках. Новую, независимую от экспорта сырья экономику, президент России назвал экономикой предложения. И это предложение развиваться и каждому жителю страны, и бизнесу в целом. Успехи уже есть, к примеру, в машиностроении. На стенде Псковского региона припарковался настоящий внедорожник. Пройти мимо этого гиганта невозможно, а вот проехать на нем можно почти по любому бездорожью. Он может даже плавать. Важный плюс для потенциальных покупателей. Этому транспортному средству разрешено движение по дорогам общего пользования. Сел и поехал. Так можно и на другой российской автоновинке Ladi X-Cross 5. Этот переднеприводный городской кроссовер C-класса уже начали производить на заводе в Петербурге, который АвтоВАЗ получил в феврале от ушедшего Ниссан. Здесь находится современный турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. И также где-то здесь внутри есть автоматическая коробка передач. Потому что полтора литра, если я не ошибаюсь. Полтора литра объем, но все технические характеристики этой машины мы раскроем в момент начала продажи. Ни для кого не секрет, что эта машина сделана на базе китайской модели. Но это временно. Локализация последует. Всем тем, кто говорит, мол, Россия попадет в зависимость от Китая, ответил президент. Темп роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами еврозоны больше даже, чем темп роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что вот вы попадете в зависимости от Китая, а вы не попадете, вы уже давно попали. До конца года на заводе «Лада» Санкт-Петербург выпустят более 10 тысяч таких авто. А к 2027-му объемы планируют увеличить в 10 раз. До 100 тысяч. Кожаный салон, электронная приборная и дополнительная мультимедийная панель, климат-контроль и различные электронные помощники. Даже потому, как держишь руль, умная система распознает, насколько сильно водитель устал. Я лично отработал все дни экономического форума, поэтому от поездок мне сегодня лучше воздержаться. В апреле этого года ВВП России в годовом выражении уже вырос более чем на 3%. Безработица 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории. Инфляция в России тоже рекордно низкая. 2,9%. Тогда как в Германии в мае больше 6, во Франции 5. Стабильная ситуация в экономике России позволяет правительству повышать минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его опережающими, причем, темпами. С 1 января 2023 года оборот был повышен на 6,3%, до 16242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5%. Антикризисная стратегия сработала. Как пошутил Владимир Путин, это медицинский факт. К слову, значимые диджитал-проекты приходят и в медицину. Это еще одна муза, вдохновляющая российский экспорт на новые достижения. Умные протезы привезла российская компания из Москвы. Они не только дублируют функцию руки, но также позволяют оплатить покупку в одно касание или заниматься спортом. Но самое важное, благодаря искусственному интеллекту, у пациента пропадают фантомные боли. Гости Петербурга благодарили президента России за приглашение и организацию форума. Ответ главы государства был кратким, зато понятным, кажется, без перевода. Будьте здоровыми и богатыми.